Сидеть дома или сидеть дома? Выбор не очевиден. Оказалось, что у вынужденного домоседства есть приятные плюсы. Наконец-то появилось время обратить внимание на интерьер, что-то поменять. Жаль, только они все приняли верные решения. Я не понял. Что случилось? Как что случилось? Ты что, не видишь, что ли? Что? Да как что? Где елка, блин? В смысле? Так я ее убрала. А что, уже май? Очень необдуманный поступок, учитывая, что зима закончится лишь через 4 месяца. Чем себя радовать холодными зимними вечерами? Как развлекаться, если нельзя тыкать иголками в мужа? Куда складывать подарки к 23 февраля? И на неожиданный день рождения? Правда, как показывает практика, с запросами северян ни один презент под елку не поместится. Даша, что, а ты будешь дарить мужу на день рождения завтра? Короче, не знаю, у меня странный муж подарки вообще не любит. Он мне, знаешь, что говорит? Ну, только если ты в подъезде мне на фортепиано, говорит, сыграешь. Что не сделаешь ради любимого мужа? На севере все мечты сбываются. Хочешь неожиданный подарок в подъезде, который будет тебя успокаивать? Получай! Ничто не расслабляет лучше, чем какая-нибудь соляная пещера. В Лабытнанге такую тоже жильцам дома подарили. Правда, не соляную, но столоптицы реальные. Жаль, только жильцов такие громадины не успокаивают. А ведь в управляющей компании так старались, так старались. Специалисты подумали и решили, если творчество бьет ключом, то останавливаться никак нельзя. И такие сказочные фигуры появились не только в подъездах, но и на улицах города. Подумайте и красите эти дома в ночное время. Ну, чтобы они светились. А пока подсветки нет, трубы в подъездах украшает лишь традиционный блестящий скотч. Хоть бы дождик повесили для разнообразия, некрасиво же. А то, что люди мерзнут, это, конечно, неправда, считают в управляющей компании. На севере вообще никто не мерзнет. Он стоит, я в машине, я замерз на улице минус 40, у меня холодно. У него все в сульках, он просто минус 40, я с мороженым на улице. Особенно не мерзнут чиновники, потому что их мысли о России согревают. А если говорить о Ямале, то чтобы, например, стать депутатом, вообще нужно пройти ряд испытаний. Вот кто точно не сидит дома в минус 40, это депутат из Муравленка. Сегодня на Ямале. Прекрасная погода. Стоят морозы. Минус 42 градуса. Погода изумительная. Хоть кто-то теперь знает, каково это бежать за автобусом в адский холод. На самом деле, чтобы попасть на улицу в мороз, не обязательно быть депутатом. Достаточно просто любить свой город и не любить многолюдность. Ведь в морозные дни так безлюдно. Раздолье для интроверта. Деревья в ине, усы в ине, сосульки на усах. Но, что радует, на шкары нет. Вывод напрашивается только один. В такую погоду могут гулять только суровые северные мужики и супергерои. Ну, выходи, мистер Бэтмен и мистер Человек-паук. И каких только персонажей не встретишь в Арктике в морозные дни. Особенно на дорогах. И это, конечно, повод лишний раз вспомнить о безопасности. Вот не зря говорят, что надо соблюдать скоростной режим. Вот она, летела. Куда летела, не понять. Вот что бывает, когда сломя голову, летишь на распродажу. Видимо, стоило выбрать досуг попроще. В Сургуте, например, женщины больше йогу любят. Йога в минус 40 не только улучшает кровообращение, но и дарит вам неповторимую возможность максимально долго пробыть в одной позиции. А если очень повезет, в позе лотоса вы останетесь на всю жизнь. Короткую, но светлую жизнь. Я иду, как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, который в умиротворении, покое, гармонии, благодати в этом сокровенном блаженстве пребывает вовлеченный во все и во вся, понимаешь? Как бы там ни было, но большинство северян все-таки выбрали семейный досуг в эти выходные. Ведь все знают, что длительное пребывание в замкнутом пространстве позволяет узнать о близких очень много нового. Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро!